Объясняем по-научному смысл Рождества Христова. Чтобы понять смысл Рождества Христова, надо сначала понять догмат о Боге Троице. Христианское божество отличается от божества в исламе и иудаизме тем, что Бог имеет единую божественную сущность, природу, то есть. И при этом существует в трех ипостасях, в лицах. Примерно как от солнечного диска вечно рождается тепло и исходит свет. Таким образом, в христианстве Сын Божий – это не аналог Геракла, сына Зевса, от земной смертной женщины из античного язычества, а содержит в себе всю полноту божества, потому что Он и есть Бог. И Святой Дух – это тоже Бог. И при этом Отец, Сын и Святой Дух – это не три Бога, а один Бог, но в трех ипостасях. К слову, пророк Мухаммад, основатель ислама, несмотря на то, что был умнейшим человеком своего времени и при этом весьма небедным, но даже он не мог взять в библиотеке почитать учебник догматического богословия или вызвать к себе для консультаций профессора богословия христианского по причине отсутствия таковых. И поэтому он добросовестно заблуждался относительно христианского вероучения, когда писал Коран. А Бог не вмешался, потому что не захотел. Элахим, он же Аллах, обладает божественной свободой. В этой догме учения христиан и мусульман совпадают. В момент рождения Иисуса Христа божественная ипостась Сын соединилась в Иисусе Христе с человеческой природой и возник уникальный, существующий в единственном экземпляре, организм – Бога-человек. В Иисусе Христе божественная и человеческая природа соединяются неслитно, нераздельно и неразлучно. Так возникла икона почитания. Хочешь увидеть Бога – посмотри на икону. Хочешь поклониться Богу – поклонись перед иконой тому, кто на иконе нарисован. При этом Мать Иисуса Христа, Дева Мария, является обыкновенным человеком. Особенную святость она получила, потому что при беременности Бог был частью ее тела. Для всех остальных тот же самый эффект делает Евхаристия, когда из хлеба и вина делается тело и кровь – Иисус Христа, единственное вещество, содержащее божественную природу. И когда человек это съедает, то это тело и кровь Христова становится частью его тела. Все эти действия нужны были для изменения человеческой природы, которая испортилась после грехопадения Адама. Поэтому Иисус Христос называется Новый Адам, и поэтому Иисус Христос – Спаситель. К слову, в своей земной жизни Иисус Христос не решил ни одной социальной или общественно-политической задачи, не оставил наследников, разозлил людей, показывая, что может поить вином и кормить хлебом, и лечить на халяву, но не хочет. И все, что Христос говорил про мораль и нравственность, уже было известно его слушателям примерно с античных времен. Спасительная миссия Иисуса Христа – это мистически соединить в себе божественную и человеческую природу, а потом умереть и, попав в загробный мир, изменить его так, чтобы своим последователям устроить там комфортное место, где будет даже лучше, чем при земной жизни. И на верцев это все не коснулось. Мусульманам Иисус Христос известен как пророк Иса. И христианский смысл всего того, что связано с Иисусом Христом, никогда не смогут понять ни мусульмане, ни атеисты, ни последователи других религий, пока не поймут христианское учение о Боге Троице. И самая частая ошибка христианских проповедников, когда начинают что-то говорить про Иисуса Христа, не объяснив сначала догмат о Боге Троице. Иисус Христа